«Крустальный журавль» – символ национального конкурса профессионального мастерства педагогических работников Беларуси – вновь позвал наставников Брещины в полет. Многие годы этот престижный форум под свои журавленные крылья собирает талантливых, творчески работающих педагогов, умеющих отстаивать свою профессиональную позицию. Конкурсное движение оказало значительное влияние на развитие профессионализма и успешную самореализацию многих учителей Ленинского района. И в этот раз в конкурсе приняли участие 22 педагога из 20 учебных заведений района. Это настоящие педагоги, влюбленные в свое дело, в свою профессию, которые с горящими глазами и открытым сердцем каждый день идут на работу с удовольствием, с морем позитивных эмоций, положительным настроением и несут все доброе, лучшее, вечное для наших деток. Были выбраны победители в номинациях, которые представили свой опыт работы уже очно вживую. Провели уроки в незнакомых классах на базе 18-й школы, 9-й школы, 20-й школы города Бреста и дошкольного учреждения детского сада номер 14. Они представили свой опыт, провели самоанализ занятия. В итоге были выбраны 6 победителей каждой номинации, которую представит Ленинский район на областном этапе конкурса в феврале-марте месяце. Конкурсные мероприятия состояли из двух туров. На первом заучном педагоги представили жюри видеозапись урока в своем классе и визитку, самопрезентацию. Вот моя жизнь, цветная карта мира, вся жизнь лежит передо мной. Что не сбылось, нанесено пунктиром, все, что сбылось, сплошной чертой. Но не все так просто. Второй этап конкурса был уже более сложным. Урок или занятие нужно было провести в незнакомом классе, группе, провести самоанализ. По факту все испытания легкими назвать нельзя. Это серьезный тест-экзамен для педагогов в профессиональной и личностной сфере. Но для жюри все вместе взятая возможность выявить самого сильного победителя, лучшего из лучших. По итогам были определены лидеры в шести номинациях, которые и представят Ленинский район на областном этапе. Я, наверное, прежде всего очень сильно люблю свою работу. Правда, люблю. И мне очень хочется, чтобы поделиться этой любовью с другими, чтобы окружающие увидели, что работу можно, нужно любить. Это приносит удовольствие. Ну и результат, как оказывается. Для меня очень важно, когда ребенок, который как будто бы где-то не успевает, когда он приходит, он сдает мне какой-то зачет, и он сдает его на отличный, вот этот огонь в глазах, когда он чувствует победу над собой. Это самое важное. Ваши работе. Любимчики? Нет, любимчики. У меня все любимчики. Нет, нет. Правда, я стараюсь не выделять, я стараюсь быть справедливой. Ну, мне, по крайней мере, хочется казаться, что я стараюсь быть справедливой. Потому что это для детей очень важно, они это очень ценят и больше всего обращают на это внимание. Для меня это возможность не просто посмотреть на свой опыт, а опыт у меня уже 25 лет. Это возможность поиска новых идей, новых вдохновений для новых планов, которые стоят передо мной и моими учениками. Такие мероприятия – это прежде всего не просто взгляд на себя, но и, конечно же, анализ и встреча с опытом тех педагогов, с которыми ты, вполне возможно, раньше не знал, и, конечно же, что-то перенять для себя в будущем. Каждый педагог раскрыл свои таланты уже на первых этапах конкурса. Каждый показал не только личностные качества и таланты, чувствовал, что на сцену вышли профессионалы с огромным багажом практической работы с детьми. Да, шесть человек стали лидерами. Но те, кто завоевал вторые и третьи места, уже тоже успешны, уже тоже смогли доказать и показать. Мы – учителя, и это круто. И все выступающие подчеркивали, что в профессии учителя, педагога, наставника много составляющих, но самое главное из них – это понимание и любовь к детям, и вера в их талант, вера в то, что все ребята достойны самого лучшего. Я хочу пожелать вам, уважаемые победители конкурса «Учитель года-2023», стать победителями республиканского этапа конкурса и перевести с Минска заветный журавль. Пускай вам ваше человеческое обаяние, ваши профессиональные качества, ваше методическое мастерство помогут победить в этом конкурсе. Я вам очень-очень этого желаю. И вообще хочу сказать всем сегодня, всем 22 участникам, независимо от того, вы стали победителями абсолютными, либо вы участники, хочу сказать вам огромное спасибо, огромное. Я восхищаюсь вами. А те, кто сегодня представлял учительство Ленинского района на конкурсе – это Ленинский педагогический олимп. Учительство Ленинского района – это, конечно, наши педагоги. Наши педагоги, которые достойны того, чтобы их, как сегодня, чествовали, награждали, хвалили, в них верили и замечали вот те таланты, которые мы сегодня видим. Эти таланты – главная цель, конечно, конкурса «Учитель года», который действительно значимое мероприятие в череде педагогических мероприятий, праздников. Главное, конечно, победа, но для нас главное – это увидеть этих людей и в дальнейшем их вести, помогать. Это будущие руководители, это талантливые педагоги, которые могут быть талантливы в дальнейшем своей профессиональной жизни. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Ремонтович. Новости Бреста.